Здравствуйте! Сегодня будем разрушать мифы, созданные не слишком грамотными блогерами и такими же автовладельцами вокруг не совсем обычного транспортного средства – Chevrolet Volt. История Volt довольно необычна и где-то удивительна. Началось все в середине 90-х годов прошлого века, когда в недрах GM созрел проект EV1. С 1996 по 1999 годы было выпущено 1117 электромобилей этой модели. EV1 стал первым серийным полностью электрическим авто. Несмотря на теплый прием машины клиентами компании, руководство General Motors почему-то разочаровалось в своем детище и не просто прикрыло проект, а изъяло машину у владельцев и уничтожило. На сегодня осталось только два экземпляра этого уникального транспортного средства в музее фирмы. Может, случайно так совпало, может и нет, но после уничтожения EV1 у GM начались серьезные проблемы в бизнесе. Компания постоянно теряла деньги, несла убытки и едва-едва сводила концы с концами. А тут еще нефтяной кризис подоспел. Патриарху автопроизводства нужен был новый идол, новый символ. И появился этот символ благодаря Бобу Латцу, вице-президенту General Motors на тот момент. Мистер «Лошадиная сила» называли его коллеги и журналисты. В его послуженном списке третья серия BMW, Ford Explorer, Dodge Viper и другие культовые авторы, разработанные возглавляемыми им компаниями. Пресса считала его убийцей первого электромобиля GM. Но именно Боб Латц принял решение начать разработку собственного электромобиля General Motors. Говорят, его вдохновил Илон Маск с его амбициозным проектом Tesla. Работы над машиной начались в 2005 году. В компании не смогли до конца побороть пессимизм Боба Латца относительно электромобилей, и потому решено было оснастить новинку двигателем внутреннего сгорания, чтобы владельцы не остались разряженной батареей посреди безлюдной дороги в техасских прериях. После длительных испытаний, в ходе которых опытные образцы Вольта пробежали суммарно под полтора миллиона миль, машина была показана публике на детроидском автосалоне. За последующие полтора года была доработана механика и эргономика, и к столетию General Motors был представлен промышленный образец Вольта. Но продажи начались только в 2010 году. Точной информации о причинах такой задержки нет. Слухи утверждают, что компания поимела проблему с аккумуляторами. И только создав собственный завод по изготовлению источников тока, фирма смогла запустить Вольт в серию. О внешности Вольта можно спорить. Вкусы у всех разные. Кому-то нравится, кому-то нет. Но самая главная изюминка этого автомобиля скрыта внутри. Называется она Валтек. Такое наименование получила сложная система электропривода автомобиля. Дело в том, что Chevrolet Volt, в отличие от большинства собратьев, помимо электрического двигателя, имеет и привычный ДВС. Бензиновый, объемом 1,4 литра. Но при этом машина не является гибридом в полном смысле. Двигатель внутреннего сгорания Chevrolet Volt не имеет прямой связи с ведущими колесами и не способен самостоятельно приводить в движение это транспортное средство. Как это умеет тот же мотор на Toyota Prius. Между прочим, данное утверждение никак не желает воспринимать украинская таможня, которая считает Вольт не электромобилем, а гибридом. Хотя у себя на родине он считается полноценным электрокаром с увеличенным запасом хода за счет генератора. Потому и не хочет растамаживать ввозимые в страну Вольты по льготным ставкам. К счастью, судебные споры по этому поводу решаются в пользу импортера. И именно суд официально развеивает первый миф, признавая Chevrolet Volt полноценным электромобилем. Так значит у Вольта два двигателя? Электрический и бензиновый? Нет. Это как раз второй миф, который мы сейчас и разрушим. У автомобиля три двигателя. Два электрических и один бензиновый. Инженеры General Motors применили в приводе Вольтек три сцепления, которые обеспечивают силовой установке несколько режимов работы. Первый режим – только электрический. Работает один электромотор, питание которого через инвертор обеспечивает батарея. В этом режиме машина способна проехать до 70 км. Второй режим – комбинированный. Как только батарея разряжается до минимума, запускается двигатель внутреннего сгорания. Он вращает второй электродвигатель, работающий в режиме мотор-генератора. Для выработки электричества, которое, в свою очередь, необходимо для того, чтобы основной электродвигатель вращал колеса. А излишки энергии от генератора поступают в батарею, подзаряжая ее. ДВС при этом работает в оптимальном режиме для оптимизации расхода топлива при сохранении требуемой мощности. Именно этот режим позволяет продлить пробег автомобиля на одном заряде. И именно в этом режиме кроется главная хитрость – Вольтек. Для примера рассмотрим конкурента американца – Баварца BMW i3. Это тоже электромобиль с ДВС в качестве источника энергии и тоже не имеет прямой связи между бензиновым мотором и колесами. В BMW при работе ДВС генератор заряжает аккумулятор через выпрямитель. Выпрямитель нужен, так как генератор вырабатывает переменный ток, а аккумулятор питается постоянным. А для того, чтобы передать энергию далее, натягивая электродвигатель, постоянный ток из аккумулятора нужно снова превратить в переменный. То есть задействуется еще и инвертор. Таким образом получается двойное преобразование – из переменного в постоянный и обратно. Преобразование – это всегда потерь. И потери не маленькие. В среднем 15% на каждом этапе. В результате 10-литрового бака немцу хватает, чтобы продлить пробег на сотню километров, не более. А если скорость при этом будет под 120, то и на сотню не хватит. В Chevrolet Volt генератор питает электродвигатель без посредника в виде батареи, преобразователя, выпрямителя и сопутствующих потерь. Батарея в стороне и получает только остатки с барского стола и излишки энергии генератора, которые не тратятся на движение. Поэтому эффективность работы силовой установки минимум на 30% выше, чем у конкурентов. Тот же BMW i3 тратит 10 литров на сотню при скорости 100 км в час, а у Volt в том же режиме максимум 4 литра бензина уходит. И его 35-литрового бака хватит более чем на 450 км. Кстати, максимальная скорость у Volt 160 км в час. Но и это еще не все. Так как у Chevrolet Volt два электродвигателя, то они наверняка могут одновременно ускорять автомобиль. Увы, это не так. Мотор-генератор как мотор используется только для запуска двигателя внутреннего сгорания. Остальное время только как генератор. Для заряда батареи, а при необходимости и для обеспечения электроснабжения напрямую основного электродвигателя. Мощность основного электродвигателя 111 кВт. И только он используется для движения автомобиля. А мотор-генератор, приводимый в действие ДВС, способен вырабатывать 55 кВт. И, что крайне важно, эту мощность вместе с энергией батареи можно использовать для максимального ускорения. Одновременное потребление энергии и от генератора, и от батареи – это и есть третий режим работы энергетической установки Chevrolet Volt. Но самое приятное во всем этом то, что указанные режимы работы силовой установки Chevrolet Volt активируются абсолютно незаметно для сидящего за рулем. Поведение машины не меняется, в каком бы режиме она ни работала. Разве что на приборной панели соответствующие символы появляются. Если кто-то сейчас думает, на кой нужно такое супертехнологичное счастье, которое будет постоянно ломаться, то он заблуждается. И доказательством тому автомобили с пробегом 500 тысяч миль после таксистов США. Ну и кроме того, все новое – это хорошо забытое старое. Примерно такая же схема питания, только без батареи. Применялась в карьерных Белазах. И в другой технике, где повышены требования к надежности и стабильности работы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok